Всем привет! У нас на этой неделе, помимо, само собой, Дня Победы, есть еще одна памятная дата. Речь идет о дне рождении Булата Акуджавы. Он родился 9 мая 1924 года. Вот он у вас на экране. И я думаю, что это лучший, наверное, момент для того, чтобы рассмотреть ту самую его знаменитую песню, знаменитое стихотворение под названием «Молитва» или «Молитва Франсуа Виона». Я действительно несколько опасался этого дела, потому что это стихотворение, наверное, одно из наиболее загадочных его стихотворений, из наиболее загадочных его песенок. И анализ этого стихотворения буквально невозможен без огромного исторического бэкграунда, которым обычно люди, которые впервые с ним встречаются, не обладают. Я, когда готовился к этому делу, я обнаружил, что в интернете огромное количество, знаете, вот этих вот подсказочек для школьников относительно литературного анализа текста. Ну, вы знаете, в школе часто давали, я не знаю, как сейчас, раньше давали задачи на литературный анализ произведений, и, естественно, в интернете расплодилось до хрена подсказок для школьников, чтобы они могли просто скачать и сдать, да, что называется. Так вот, я ради интереса почитал анализ этого стихотворения, и, вы знаете, обнаружил жуткую просто пропасть непонимания. Она связана, возможно, с тем, что и сами школьники, но и, видимо, люди, которые писали эти записки, заметки, подсказки, они не до конца осознают, что это не песенка Барда. Это стихотворение, написанное автором эротической, господи, простите меня, пожалуйста, эта прошлая тема с Набоковым на меня повлияла, исторической прозы, хотя с вопросом эротической, конечно, тоже забавно получилось, особенно учитывая то, что Франсуа Вийон славился некоторыми вольностями, непозволительными обычно для средневековой поэзии, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Я думаю, про Вийона, на самом деле, будет интересно поговорить более масштабно, чем мы с вами сегодня о нем поговорим. В общем, кроме того, у этой песни есть еще один серьезный недостаток для нас, как для исследователей. Он связан с тем, что... Как бы так выразить эту мысль наиболее... Наиболее безобидно. Эта песня очень сильно мифологизирована. То есть, вокруг нее витает вот этот вот туман загадочности, который напустил сам Акуджава. И вообще, должен вам сказать, что Акуджава любил напустить туману. Он такой во многом, конечно, творец собственной биографии, вполне осознанный. Так вот, исходя из слов Акуджавы, можно сделать следующее заключение, что, на самом деле, стихотворение это написано было, дескать, им самим. Никакой Вийон там рядом не валялся. Но стихотворение запретили к публикации, к исполнению в виде песни. И поэтому он решил, значит, добавить туда Франсуа Вийона. Франсуа Вийон был довольно популярен в те времена, это начало 60-х. Потому что он, как вы знаете, человек, выступивший, ну, не против власти, но он, скажем так, он хорошо вписывался в вот эту вот идею о том, что любой преступник, это на самом деле человек, выполняющий определенную роль в вечной вселенской войне классов. То есть вот Вийон, сын бедняка, из породы бедняков, и поэтому он, как бы, противопоставляется государству французскому и, соответственно, становится героем плебса своего рода, чуть ли не этим самым, не Робин Гудом. Несмотря на то, что он был замешан в грабежах, и вообще первое его преступление это убийство. Правда, убийство в рамках самозащиты, что потом суд установил однозначно, и Франсуа был помилован. Но все же понимаете, что это был за человек. А потом он еще участвовал в грабежах, в кражах и так далее. Ну, то есть тать, настоящая тать. И вот так у Джава, по его собственным словам, прикрылся фигурой Вийона, для того, чтобы к нему не придирались за излишнюю религиозность этого стихотворения. На самом деле это очевидно сказке. Потому что, во-первых, о Ку Джава действительно всегда испытывал интерес к истории. И действительно он упоминал в разговорах Вийона задолго до этого стихотворения. Вийон был ему интересен. Поэтому, и более того, есть определенные приметы, по которым можно сказать, что Вийон там вообще не случайно. Он был введен специально, и изначально именно о Вийоне о Ку Джава и думал. Но вот его собственная цитата несколько напортачила в историческом смысле восприятие этого произведения. И, что самое страшное, вот для школьников анализ этого стихотворения, он построен на том, что, дескать, основной его мотив в том, что Аку Джава говорит, что вот, все может быть изменено, все может быть хорошо и правильно, если, соответственно, верить. И все это дело привязывается к тому, что это стихотворение об истинной истовой вере. А это чушь. Откровенная чушь. И если мы воспримем наличие здесь Вийона не как дань цензуре, а как реальную отсылку, то все встает совершенно иным раком, понимаете? И весь этот анализ, который бедным школьникам скармливает, можно просто вот взять, скомпить и выкинуть. Потому что это полная хрень. Другой вопрос, что есть статьи более содержательные, более серьезные, я их тоже почитал, где многие авторы говорят как раз о том, что Аку Джава серьезно увлекался Вийоном и, так сказать, вийонистикой, хорошо понимал Франсуа Вийона и писал именно в его манере, даже не от его лица, а в его манере и согласно его мировоззрению. Мы с вами чуть позже прочитаем небольшой кусочек из завещания Вийона. На самом деле, если вы его послушаете, вот этот кусочек, вы поймете, откуда вообще полностью растет эта песня Аку Джава. То есть, на самом деле, я мог бы сейчас его просто прочитать и на этом закончить. Потому что больше вопросов-то это быть не должно. Но все же, давайте сперва вспомним вот о чем. Давайте мы с вами вспомним, кто такой вот этот вот Месье. Это какая-то книжка, я ее не читал, кстати говоря, которая называется Je François Vion. Я Франсуа Vion. Ну и, соответственно, там еще под название, по всей видимости, да, Me où sont le neige downtown? Это отсылка к произведению Вийона, где же прошлогодние снега? Вот это вот où sont le neige downtown? Это где же прошлогодние снега? Но тут еще есть частица Me в начале, то есть, условно говоря, под название этого произведения и все же, где же они прошлогодние снега? Ну, такого плана. Кстати, как выглядел Франсуа Vion мы точно не знаем, так что, может быть, так, может быть, он был толстый, есть его портреты, где он такой прям, вот такой вот, такая ряха. Но это не суть важна. Франсуа Vion это поэт, общепризнанный поэт, он был признан при жизни, в том числе королями, и даже выступал на всяких поэтических конкурсах в позднем средневековье это было актуально, короли, графья и прочие устраивали конкурсы, и у Vion половина произведений, знаете, это, что называется, произведения по случаю, то есть, на какой-то турнир поэтический, на какое-то событие, отзыв поэтический и так далее. Сам он был, в принципе, действительно из бедняков, как он сам о себе писал, и отец его был из бедняков, и дед его был из бедняков, но все же он был городской житель, имел образование, умел хорошо писать и слагать стихи, кроме того, у него есть стихотворение на разговорном языке, есть стихотворение на старо-французском, и есть целый сборник произведений на том, что у нас сегодня называется Феня, на воровском жаргоне, у него есть целый сборник произведений, кстати, симптоматично очень, что в оттепель, после того, как открылись лагеря, очень популярной фигурой стал именно вот такой вор, который писал блатную, по сути, лирику, позднесредневековую, но блатную. Кроме того, про Виона говорили еще одну вещь, многие обвиняли его в том, что он чуть ли не один из первых атеистов, это очень важно в контексте молитвы, он не атеист в прямом смысле этого слова, тогда и термин такого особо в ходу не было, он, скажем так, он сомневающийся, сомневающийся и крайне ироничный, вот что, что нужно понять в этом разговоре, прежде всего, это очень важная мысль, Франсуа Вион всегда саркастичен, всегда ироничен, у него буквально нет каких-то трагических произведений, которые бы не имели хоть какой-то иронии внутри себя, он всегда ироничен, и поэтому стихотворение Акуджавы за счет музыки, за счет его тембра, за счет мелодики, которую выстроил Булат, оно звучит трагически, лирично трагически, но это вовсе не говорит о том, что текст этой песни это именно вот какое-то полурелигиозное иступление, сам Акуджава, между прочим, говорил, что он в бога не верит, и если посмотреть другие его стихотворения, у меня здесь вот есть сборничек, вот такой вот, очень патетичная обложка у него, конечно, короче, если почитать стихотворение Акуджавы, можно увидеть одну занимательную вещь, он пишет буквально как пантеист, то есть у него природа, сила, всесильная природа и так далее, и в молитве Франсуа Виона это очень хорошо звучит, очень хорошо читается, то есть как бы Франсуа вроде как обращается к богу, но, но, давайте сразу маленький кусочек, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, то есть понимаете, возникает такая ситуация, что земля как бы это субъект этого стихотворения, на том же уровне, что и бог, который зеленоглазый мой, и при этом, чем ярче начинает звучать стихотворение вот этот мотив земли как одушевленного чего-то, тем меньше делается вот этот зеленоглазый бог, к которому обращается Вион, и в конце уже вместо дай же ты каждому того, чего у него нет, в конце стихотворения условный наш Вион уже говорит дай же ты всем понемногу, ну хоть чего-то дай, понимаете, и это ирония на самом деле, но вот за счет возвышенного манеры преподнесения информации о Куджаве, а может быть он и планировал это сделать, но короче говоря, у него получилась вот такая вот буквально практически эзотерическая песня, хотя, хотя, Вион персонаж совершенно не романтический, более того, Вион половину своих стихов написал, находясь в камере в ожидании смертной казни, и каждый раз его освобождали, то есть у него такая интересная смешная жизнь, что каждый раз он попадался, его должны были казнить, но именно в этот момент, в город, где его поймали и посадили, приезжал какой-нибудь очередной король или принц, или там в определенный момент его освободили, потому что в город, в свои родные земли, приехала трехлетняя дочь короля вообще, понимаете, и в честь въезда вот этой вот королевской свиты и трехлетней дочери, которую еще подданные в этом городе не видели, Виона освобождают, и всех, кто там находился в Кутузке, амнистируют, и вот вся его жизнь строится из этого, понимаете, то есть такое ощущение, что и сам он крайне ироничный поэт, который ко всему в жизни относится с иронией, для него нет ничего святого, понимаете, это свойственно французской культуре, и мы видим, что это свойство было заложено еще при Вионе, и потом Франсуа Рабле, который сделает Виона, сделает своим персонажем, понимаете, в произведении, да, он тоже будет заниматься именно этим ироническим, что называется, постмодернизмом, да, иронически обыгрывать действительность, так вот, французы делали это всегда, и все проблемы, в том числе проблемы Шарли Эбдо и так далее, заключаются в том, что у французов никогда не было стопоров в юморе, даже не в юморе, а в иронии, а порой в злом сарказме, у них не было границ никогда, это лежит в основе их культуры, Франсуа Вион как раз из тех, давайте с вами, даже не знаю, с чего мы с вами начнем, ну, хорошо, давайте сперва прочитаем Акуджаву, а потом сравним с кусочком, кусочком из завещания Виона, кстати, у меня вот в этом сборнике Бабулата Акуджавы, это вечная поэзия, издана где, кем, издательство АСТ в девятнадцатом году, называется сборник «Прощаю все обиды», почему-то в этом сборнике стихотворение называется просто Франсуа Вион, даже без слова молитва, ну, предположим, «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет, мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние и не забудь про меня, Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим, Господи мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня». Здесь вот есть, во-первых, вот этот мотив, да, какой-то субъектности земли, который, кстати говоря, потом появится у Высоцкого, если помните, в песне «Кто поверил, что землю сожгли», помните? «Нет, она почернела от горя». Вот этот мотив земли, как единого мыслящего организма, он, конечно, свойственен был шестидесятникам и ближайшим к ним семидесятникам, скажем так. И вот, значит, у нас такое стихотворение, довольно странное, если не сказать местами даже сумасшедшее, на что стоит обратить внимание перед тем, как мы перейдем к Вийону и будем доказывать, что Вийон имеет прямое отношение к этому стихотворению. Во-первых, у нас здесь есть повторяющийся вот этот мотив «И не забудь про меня», «И не забудь про меня». Он повторяется трижды, то есть из четырех куплетов трижды звучит эта фраза. Во-вторых, Вийон, будем считать Вийон, просит у Бога очень странные вещи. И, начиная с третьего куплета, он начинает делать очень странные сравнения, веруя в мудрость его, мудрость Бога, то есть он верует веруя в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, то есть чувствуете, закольцевалось все, да, и после этого он делает убийственный вывод, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Запомните этот мотив, сейчас мы с вами будем читать, я, простите, переключусь, но вы этого не увидите, будем читать отрывок из завещания Вийона, отрывок называется «Баллада молитвы Богородицы», этот отрывок он делает от лица его матери, бедной женщины, необразованной, но еще одно мини-отступление, перед тем, как мы его прочитаем, да, я хочу, чтобы вы понимали, степень ироничности Вийона, эта баллада является составной частью крупного произведения завещания, и вот, что окаймляет ее с двух сторон, значит, перед этой балладой, балладой, есть следующий куплет, «Забыла мать моя родная, давно и радость, и покой из-за меня, ей завещаю молитву Деве Пресвятой, нам нет защитницы иной, чтобы наши утолить печали, с ней мы за каменной стеной, ведь в замках нас не привечали». Понимаете, да, я потом скажу, чей перевод, я забыл сейчас фамилию, но сам факт, чувствуете, возвышенного особо ничего нет, а после, после молитвы Богородицы идет следующий куплет, то есть, она молитву читает вроде бы как мать Вийона, а после речь переходит обратно к Вийону, «Моя любовь, красотка Роза, тебе ни сердца, ни печенки не подарю, другая проза, куда приятней для девчонки, кошель, где брякают деньжонки, пропащая моя душа, пускай висеть мне в петле тонкой, ей ни шиша и ни гроша». Понимаете? Это резко сбивает возвышенный пафос и с Вийона, и заодно с молитвы Франсуа Вийона, потому что молитва Франсуа Вийона, очевидно, тянется от молитвы Богородицы. Давайте читать. «Владычица над небом и землей», напоминаю, это от лица матери Вийона, «Владычица над небом и землей, всех адских топий и болот царица, дозволь мне к кругу избранных тобой, как христианки, присоединиться. Хоть нет заслуг, чтоб ими мне гордиться, но милости Твоей благоволенья в сто крат мои превысят прегрешения, без них душе прощения не иметь и небо не достигнуть без сомнения мне с этой верой жить и умереть. Скажи Христу, Ему верна душой, а прегрешения что они, водица? Ведь был прощен и Теофил святой, а он ведь с чертом думал породниться. Прощение египетской блудницы твое же даровало снисхождение, не дай нам Бог такое знать падение. Хранить бы целомудрие и впредь, и удостоясь таинств причащения, мне б с этой верой жить и умереть. Для женщины убогой и простой, не прочитавшей в жизни ни страницы. Рай в церкви нарисован, там покой, играет всяк на лютне ильцевнице, вадуш котел, чтоб грешникам вариться, рай благодать, ад ужас и мучения, так помоги обресть успокоение, о преснодева, ведь должны мы сметь свои надежды вкладывать в моленье, мне с этой верой жить и умереть. Взлелеенный тобою от рождения, Иисус не ведал бы уничижения, лишь только б стать нам слабым в утешение, людскую долю вздумал он терпеть. Он всемогущий принял смерть, глумление, наш бог таков, мое такое мнение, мне с этой верой жить и умереть. Понимаете? Во-первых, здесь тоже есть вот это вот закругление постоянное, мне с этой верой жить и умереть, и не забудь про меня. Понимаете? Она, например, перечисляет, кто был прощен, после этого мне бы с этой верой жить и умереть, и не забудь про меня. Дальше она описывает, как нарисован рай и ад в церкви для них, для простых людей, которые не особо ученые. И опять же, мне с этой верой жить и умереть. это очень ироничное стихотворение, в нем нет вот этого вот мотива, знаете, который, кстати, для Куджавы тоже свойственен, что материнское есть со мной близкое, родное и так далее. Вийон очень жесток, Вийон очень саркастичен, то есть он постоянно подчеркивает неученость матери, постоянно подчеркивает, насколько глупую и абсурдную картину мироустройства нарисовала для простых людей церковь. Здесь все это есть, понимаете, это ведь буквально святотатство. Например, баллада молитва Богородицы, обращение к Богородице, начинается с фразы «Владычица над небом и землей всех адских топий и болот царица позволь мне кругу избранных тобой как христианки присоединиться». Понимаете, что уже идет заявка чудовищная. Имеется в виду, конечно, что адских топий и болот царица, имеется в виду, что согласно средневековому европейскому мистицизму, Богородица раз в какое-то количество времени спускается в адские топи, где освобождает, соответственно, грешников от мучений, тех, кто уже свое отстрадал. Но как звучит? Дальше она говорит, «Хоть нет заслуг, чтоб ими мне гордиться, но милости твоей благоволения в сто крат мои превысят прегрешения». То есть, заслуг нет, гордиться нечем, но все же, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Понимаете? И с этой верой ей жить и умереть. Дальше там начинается полная жесть, да? «Для женщины убогой и простой, не прочитавшей в жизни ни страницы, рай в церкви нарисован, там покой, играет всяк на лютне ильцевнице, вадуш котел, чтоб грешникам вариться, рай благодать, ад ужас и мучения». Здесь Вийон в прямом смысле высмеивает то, насколько простые люди не понимают того, что написано в Библии, потому что они Библию-то не читали. Им в двух словах пересказали священники во время мессы, да, условно, и на этом все знания заканчиваются. И отношение к вот этому потустороннему, мистическому, а средневековье в Европе это эпоха расцвета мистицизма, и это сложнейшие трактаты, философские научные трактаты. И как бы, а простой люд вот такой, понимаете? Но главное, мне с этой верой жить и умереть. То есть, женщина верит и сама не понимает, во что она верит. Она не понимает, как устроена вселенная, даже с точки зрения христианской космологии. Но при этом она говорит, так помоги обрезать успокоение, о преснодева, ведь должны мы сметь свои надежды вкладывать в моленья, мне с этой верой жить и умереть. Вот это уже важный посыл. Речь даже не о том, что где-то есть рай, я хочу там оказаться. Речь о том, что мы должны сметь свои надежды вкладывать в моленья. Вы чувствуете вот эту вот историю, да, то есть мне с этой верой жить и умереть. Она верит в то, что даже она, простой человек, имеет право и может сметь свои надежды вкладывать в моленья. Это то, что у Акуджавы мудрому дай голову, трусливому дай коня, понимаете? Дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Он должен иметь возможность, он должен сметь навластвоваться в сласть. А при этом как бы вопрос, что будет с окружающими несчастными. Но, опять же, это если мы понимаем стихотворение Акуджавы напрямую. А если мы предположим несколько иную трактовку, о которой мы сейчас с вами поговорим, то окажется, что все это имеет смысл. Взлелейный тобою от рождения Иисус не ведал бы уничижения. Лишь только б стать нам слабым в утешение, людскую долю вздумал он терпеть. Понятно, бедный человек говорит о том, что людская доля это крайне печальная история. Он всемогущий принял смерть, глумление, наш бог таков. Мое такое мнение. это чем-то напоминает письма человека, который ни в чем особо не разбирается в научное сообщество. Мое мнение о боге такое. Это очень важная деталь. Давайте вернемся к стихотворению. Значит, у этой песни, у этого стихотворения ироничный характер, иронический. это то, что, слава богу, я обнаружил в более серьезных работах по отношению к творчеству Акуджаева и к этому стихотворению. И более того, вот эта идея о том, что Акуджава это своего рода пантеист, он не верит в бога. Никогда не верил, и, собственно говоря, даже в поздних интервью он говорил, что я бы хотел, но это не мое. Поезд ушел. Если бы я был воспитан такой традицией, то возможно, но напомню, у родителей у Акуджавы коммунисты, те самые комиссары в пыльных шлемах, и поэтому там не до этого было. Давайте, значит, прочитаем. Первый куплет. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Мы с вами уже говорили в прошлом видео про Акуджаву, что это очень непонятные слова. То есть, мудрому дай голову, голова у мудрого есть, иначе бы он не был мудрым, трусливому дай коня, опять же, не совсем понятно зачем, ринуться в атаку или сбежать, да, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Мы с вами уже говорили о том, что речь идет о том, что каждый должен быть на своем месте. А это, кстати, уже такая толстовщина, и не зря Акуджаву называют пантеистом вслед за Толстого. За Толстовым. За Толстым. То есть, чтобы мудрый мог быть мудрым, ему нужна голова. Чтобы трусливый мог быть трусливым и при этом пережить любую стычку, ему нужен быстрый конь. Чтобы счастливый был всегда счастлив, ему нужны деньги. Иначе он в порыве счастья их спустит, потом окажется нищим и начнет претерпевать. Что, кстати, для Вийона очень актуально. Давайте вернемся обратно на Акуджаву, потому что сейчас, как говорится, его время. Дальше у нас начинаются первые вот эти вот интересные моменты. Пока земля еще вертится. Господи, твоя власть. Здесь уже проступает ирония. И мы в последнем куплете, обратите внимание, их здесь четыре, про верчение земли у нас во второй и в четвертой. Во второй Акуджава как бы подбивает предыдущую часть, а в четвертой подбивает всю конву этого стихотворения, да? Дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Рвущийся к власти уже эту власть имеет, и ему нужно что? Ему нужно насладиться ею по полной. Дальше. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Вот тут вот, вот тут есть одна неприятная вещь, которую стоит, наверное, проговорить, по крайней мере, в паре статей я натыкался на анализ именно этой фразы. До этого, до этого прошения были достаточно абсурдны. То есть, умному голову, мудрому голову и так далее. А вот дай передышку щедрому хоть до исхода дня, это единственная фраза в этой песне, которую можно счесть буквально классически моральной, да? То есть, как бы вот щедрый, он всем все раздает, он устает заботясь о других людях, и дай ему передышку. Но, если мы посмотрим на это с обратной стороны, он просит за каждого то, что его определяет. И в этом контексте, если щедрого определяет эта передышка, то, по сути, щедрый это праздный. Понимаете, да, ситуацию? И в этой строчке буквально сквозит некое сомнение, что щедрый, щедр по, так сказать, причинам своей высокой моральности. Это такая очень сомнительная фраза, я в одном материале даже читал, что это издевка, что вполне было бы в духе веона и вполне в духе веонистики, скажем так. Ну и Каину дай раскаяние, и не забудь про меня, это мы с вами уже обсуждали. Каину нужно прощение, ему нужно, чтобы, условно говоря, Богородица спустилась в ад, его оттуда забрала. Но Каин персонаж не только убивающий брата, Каин это персонаж кающийся. Чувствуете сходство слов, да? Ну это, конечно, я не утверждаю, я о другом говорю. Каину нужно раскаяние, раскаяние определяет Каина. Каина определяет не брата убийства, а раскаяние. Вот в чем дело. Потому что, например, Адам и Ева, насколько мы помним, не раскаялись. Они были наказаны, да, но мы ничего не знаем об их раскаянии. А вот Каин серьезно переживал свое преступление, и как бы раскаяние это свойство Каинов, а не свойство Адамов и Евов. Далее. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Тут уже возникают некие вопросики по отношению к визави поэта, которому тот обращается. А учитывая то, что Вион молился в большей степени, когда был в очередной раз приговорен к виселице, это может иметь некоторое значение, да? Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Сомнительная формулировка для веры. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Солдат убитый, особенно в 60-е, когда это было писано, у Шакуджава убитых солдат повидался, он сам воевал. Вряд ли он считал, что убитый солдат верит, что проживает в раю. Это уже несколько снижает вот эту убежденность. Как верит каждое ухо тихим речам твоим. Опять же, опять же, когда ты говоришь с Богом это молитва, когда Бог говорит с тобой, это уже проблемы со здоровьем. И поэтому каждое ухо вряд ли верит тихим речам твоим. Это тоже очень сомнительная формулировка. И дальше, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Во что веруем мы сами, не ведая, что творим? И что мы творим такое, что очерняет то, во что мы верим? То есть, понимаете, здесь все построено на абсурдности, на иронии одновременно на абсурдности. А дальше начинается буквально понебратство. Если до этого он говорил там, господи, твоя власть, я знаю, ты все умеешь, верую в мудрость твою, но по всей видимости всем, за кого просилось и кому так и не было дано, и так же, как и главному герою, вероятно, не было дано, обратите внимание, в третьем куплете в единственном нет вот этого рефрена и не забудь про меня. Это перелом. И последний куплет уже звучит как чистое понебратство. Господи мой Боже, зеленоглазый мой. Почему зеленоглазый? Это такое определение. Кстати говоря, интересный момент. Помните группу Оргия Праведников, да, у них вот песня по Селинджеру над пропастью Варжи, по-моему, там или в соседней песне с того же альбома есть фраза про Бога, что он зеленоглазый. Это интересная история, но в данном случае это уже буквально понебратство. Зеленоглазый мой. То есть статус мудреца, который может дать каждому, чего у него нет. Опускается до зеленоглазый мой, мой объект обращения, тот, кого я нарисовал, чтобы ему молиться, понимаете? Здесь уже автор немножко даже приподнимается над этим зеленоглазым. Моляющийся человек не знает, какого цвета глаза у его Бога. А Куджава, ну и в данном случае Франсуа Вион знает, потому что он его сам нарисовал. Потому что они могут быть только зеленые, как цвет этой планеты, как цвет вертящейся земли. Не зря вот здесь зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой. Земля уже приобретает субъектность, а зеленоглазый мой Боже, выдуманный именно лирическим героем, к которому лирический герой обращается, зная, что тот не поможет. И не даст он умному, мудрому голову и трусливому коня, не даст. И Каину раскаяния, скорее всего, тоже не даст. Пока еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Это обращение к придуманному, безусловно, вийонам, как архетипам, вийонам, как архетипам, придуманный личный бог. Это обращение к нему. И его можно даже перефразировать. Пока я сижу здесь, скажем, в темнице, где сидит Вийон, в момент написания своего завещания, он выдумывает себе бога, сидя в темнице, и к нему обращается. При этом для него нет никаких авторитетов в лице верующей матери или того, что церковники в церквях плетут. Для него этого нет. Он сатирик. Причем очень жестокий сатирик. И, соответственно, вот в этой вот картине, в этой парадигме планета продолжает вращаться, как вот собака лает, караван идет. Вийон в темнице молится, и молитвы его не сбываются. А земля продолжает вращаться. И вот вращение земли это самое мощное и самое сильное, что есть во вселенной. А Вийон, который разговаривает со своим маленьким зеленоглазым богом в своей узкой затхлой темнице, эти Вийоны снова и снова рождаются, снова и снова смотрят вот этим вот хитрым, с хитрецой, знаете, таким крестьянским взглядом на мир, понимая больше, чем говорят, потому что, как вы знаете, с тех, кто больше хочет, больше знает, с тех больше спрашивают. С Вийонов много не спрашивают, но при этом Вийоны пронзительно точны в своих оценках. и этот персонаж еще не раз будет появляться и не зря, если вы посмотрите список отсылок на Франсуа Вийона в мировой культуре, он колоссален. Этот персонаж всеми любим. Это такой вот персонаж, который смотрит снизу с хитрецой на дела сильных мира сего, а потом сильные мира сего умирают и оказываются в могилах. А Франсуа Вийоны исчезают в толпе, избегают очередной смертной казни и растворяются. И никто даже не знает, когда и где он умер, кстати говоря. Нигде нет его могилы настоящей, потому что Франсуа Вийон выходит из народа с хитрым прищуром, с неожиданной проницательностью, описывает все иронично, чем самым выбивая клинья из-под ног у тех, кто стоял на основе пафоса, на основе лизоблюдства и всего остального, выбивает у них это из-под ног и растворяется в небытии. Вот и все. И Акуджава в данном случае выводит именно такого персонажа. Никакая это не личная молитва Акуджавы. Если бы это была личная молитва Акуджавы дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, Акуджаву бы не пели шестидесятники и вообще я думаю его бы что называется отменили бы за это. Все понимают, что это именно вот такая картина мира. Маленькие вьоны сидят в маленьких клетках, молятся своим маленьким зеленоглазым богам и с исторической перспективы побеждают, становятся символами. А земля продолжает вращаться. На этом у меня все по данному вопросу. Мне очень нравится это стихотворение, эта песня, но ее иронический характер сильно контрастирует с ее мелодикой. И это может действительно немножко порвать шаблон у тех, кто не привык к тому, что Акуджава сам виянист. И сочетание вот это абсурдное, абсурдистское даже, сочетание высокого и низкого иронии и трагедии, то есть фабульная трагедия соседствует с какой-то фасеточной такой мелкими штрихами накиданной иронии. Это методология абсолютно вийонская и она Акуджаве свойственна. Вернемся еще к Акуджаве, наверное, позднее к каким-нибудь другим его произведениям, но меня в данный момент мне интереснее, наверное, будет Набоков и в следующий раз мы поговорим о замечательном рассказе Тера Инкогнито. Малюсенький рассказ, его можно даже прочитать быстрее, чем мы с вами сегодня разговариваем. Намного быстрее, я имею в виду вслух на камеру. Поговорим о нем в следующий раз. А пока подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, ВКонтакте, там сообщество есть, подписывайтесь. Не забывайте писать, какие у вас песни, стихи Акуджавы любимые. А на этом все. Именинника с прошедшим днем рождения. Ну и погнали дальше. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok